Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Большинство американцев не из Нью-Йорка. Этот город напоминает полупьяного дядю Мажора. Яркого, шумного, который постоянно хвастается, хотя он и не настолько крут, как кажется. Вы любите своего дядю, просто не хотите знать слишком много о его личной жизни, неприглядной и причудливой. Наверняка он должен денег кучи народа, вы знаете, что он ест с открытым ртом. И все же он ваш дядя, ваши жизни взаимосвязаны. Если он умрет от неизлечимой болезни, вы будете опечалены. Таков и Нью-Йорк. Даже если он вам сильно не нравится, лучше следить за тем, что там происходит, потому что вы американец, и Нью-Йорк — крупнейший город этой страны. В Нью-Йорке в два раза больше людей, чем в Лос-Анджелесе. Хотя и крошечный, Манхэттен, по площади меньше аэропорта Далласа. Нью-Йорк дает примерно 10% от общего ВВП страны. События в Нью-Йорке касаются всех нас, нравится нам это или нет. До недавнего времени, казалось, город процветает. Местным чиновникам удалось добиться самого важного, чего хотели бы любые городские власти. Они сделали город безопасным для нормальных людей. Нью-Йорк был одним из самых безопасных мегаполисов в мире, поводом для гордости. Все знают, как им это удалось. Город привлек десятки тысяч полицейских. Они бросили преступников и асоциальных типов за решетку и держали их там. И это сработало. Нью-Йорк кардинально преобразился. Люди, которые могли жить где угодно, выбирали Нью-Йорк. Затем, спустя какое-то время, появился Билл Деблазио, и он приступил к изменению формулы. Без каких-либо оснований Деблазио обвинил департамент полиции Нью-Йорка в расизме. Сократил бюджет департамента на миллиард долларов. Деморализованные полицейские перестали проводить аресты, и почти мгновенно город захлестнула волна преступности. Только в одном районе Манхэттена, в верхнем Иссайде, показатель грабежей вырос на 286%. Полный хаос. Те, кто мог покинуть Нью-Йорк, уехали. Целая категория налогоплательщиков бежала во Флориду. Билл Деблазио смотрел на эти вполне предсказуемые вещи. Невозмутимо, бездумно. Может, он слишком важный, чтобы осмыслить происходящее? В итоге Деблазио заявил, что все это абсолютно не его вина. Жителям Нью-Йорка слишком хорошо жилось. Так что пусть теперь пострадают. И вот Деблазио объявил, что намерен окружить весь город блокпостами военного типа. Не для того, чтобы остановить преступников, а чтобы люди из других городов туда не приезжали. Это публично не обсуждалось заранее, не было дискуссии. Деблазио просто так распорядился. Сегодня в Нью-Йорке начнут действовать новые правила. Мы устроим блокпосты на ключевых въездах в город. Людей, въезжающих в город, будут информировать о карантине. О том, что это обязательно, а не добровольно. Им будут напоминать, что несоблюдение карантина – нарушение закона штата, влекущее серьезный штраф. В некоторых случаях доходящий до 10 тысяч долларов. Смекнули? В этом нет никакого смысла. Он не посчитал нужным объяснить, зачем это нужно с точки зрения науки. Но одно вы должны знать точно – виноваты вы. Не он, а вы. Ваши поступки – вопиющие нарушения закона, говорит Билл Деблазио. Вас накажут за непослушание, вы плохие. Так что гостям Нью-Йорка предстоит усвоить важный урок. Урок, который уже выучили люди в домах престарелых, те, кто выжил. Суть урока. Люди, принимающие наихудшие решения, решения, убивающие людей, никогда не несут за них ответственность. Это ваш удел. Так что заткнись и покажи документы, деревенщина. Тем ироничнее выглядит реакция властей Нью-Йорка в марте этого года, пригрозивших подать в суд на штат Род-Айленд, когда тот попытался поставить такие же точно блокпосты. В то время губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо называл подобные попытки, цитата, «антиконституционными и реакционными». Так что изменилось? О, кто знает. Не тратьте время на поиски логики. Бюрократам не нужно быть последовательными, потому что они главные. Они могут делать что угодно, не объясняя зачем. Итак, решив превратить налогоплательщиков Нью-Йорка в беженцев из зоны военного конфликта, с блокпостами, лидеры города, похоже, делают все возможное, чтобы в то же время облегчить жизнь вооруженным бандитам. Например, в мае город без залога освободил из-под стражи члена банды. Его обвинили в попытке убийства, но потом просто отпустили. Вот фото предполагаемого преступления. Представьте, что этого парня, стреляющего в кого-то на тротуаре, освободили. Просто так. Вы буквально должны ненавидеть жителей вашего города, чтобы поступить так. По словам обвинителей, подозреваемый по имени Дариус Саттон, после освобождения совершил еще три нападения. Ну, разумеется. Билл де Блазио не хочет говорить об этом. Он также не хочет, чтобы об этом говорили вы. Особенность социальной справедливости – вы просто должны игнорировать детали. Городские чиновники предпочитают и дальше запугивать вас коронавирусом, потому что беспокойство по поводу невидимого вируса отвлечет вас от реальной стрельбы и упадка. Итак, Нью-Йорк начинает преследовать и донимать путешественников. Они намерены писать и звонить вам, если вы собираетесь в поездку, а если вы не отвечаете, чиновники могут прийти к вам домой. Послушайте человека по имени Тед Лонг. В Нью-Йорке он отвечает за нечто под названием «Служба тестирования и отслеживания». Мы направим команды на Пенсильванский вокзал проверять приезжающих, чтобы убедиться, что они заполнили специальную форму. Мы сделали более 86 тысяч звонков людям, прибывающим в Нью-Йорк, из штатов повышенного риска. И мы отправили более 20 тысяч сообщений. И если мы не сможем связаться с вами по телефону, мы направим команду, которая постучит к вам в дверь, чтобы проверить вас. О, Тед Лонг намерен отправить команды на Пенсильванский вокзал. Вы там бывали в последнее время? Это приют для бездомных. Дыра. В одном углу кто-то снял штаны и исправляет нужду. А тут сбывают Крэг и курят его прямо на месте. Поезжайте на вокзал и спросите себя, это реальность? Это Америка? Но Тед Лонг намерен отправить команды, чтобы надоедать приезжающим в Нью-Йорк и помочь городу удержаться на плаву. Ааа. Имейте в виду, эта маленькая пламенная речь о защите здоровья исходит от тех же людей, которые силой отправили больных коронавирусом в дома престарелых, убив многих таким образом. Это те самые люди, которые позволили жестокой толпе контролировать улицы. Но внезапно они очень обеспокоились вашим здоровьем. Ну да. Чем они на самом деле обеспокоены, так это удержанием политического контроля, ну и, конечно, денег. Внезапно они забеспокоились о деньгах. Основная проблема, и они исправят это, если смогут, в том, что в текущей ситуации очень сложно удержать людей в гибнущих городах, потому что у нас пока еще есть свобода передвижения. Богатые люди бегут из Нью-Йорка, у них больше свободы, потому что они могут позволить себе уехать куда угодно. И они видят, что надвигается, они планируют быть в другом месте, когда все случится. И возникает вопрос, кто заплатит за все эти проваленные и противные социальные эксперименты, те, что превратили вокзал в приют в центре города. Эндрю Куомо достаточно умен, чтобы переживать об этом. Теперь он умоляет миллионеров вернуться в адскую дыру, созданную с его помощью. Раньше мы переживали, что миллионеры могут уехать. Нет, нет, нет. Приоритет изменился. Мы пытаемся убедить людей вернуться. Я буквально весь день говорю с людьми, которые сейчас в своем особняке в Хэмптоне, или в Хадсон-Вэлли, или в загородном доме в Коннектикуте, которые раньше жили здесь. И я говорю, вы должны вернуться. Когда вы возвращаетесь? Давайте поужинаем. С меня выпивка. Приезжайте, я состряпаю что-нибудь. Сейчас они не вернутся. Как трогательно, как трогательно. Они в Хэмптоне. Возвращайтесь в Нью-Йорк! Я встречу вас на Пенсильванском вокзале и угощу вас бургером с гепатитом. Да. Итак, оказывается, богатые люди, хотя и зло, но в итоге вам нужно хотя бы несколько, чтобы все оплатить. В противном случае вы теряете власть. Это очевидная правда, которую в сущности говорит Куомо. А вот мэр Растаман Нью-Йорка, напротив, не может публично признать это. Вполне возможно, он даже не понимает принципа. Но Билл де Блазио знает, что его падающему в бездну городу скоро понадобятся деньги. Так вот, он считает, что остальная Америка должна заплатить за его провал. Если мы не получим федеральную поддержку, я очень обеспокоен этими переговорами о поддержке в Вашингтоне, потому что, похоже, быстрого решения не будет. Вопрос в том, где я найду людей для этой работы. Возможно, мне придется сократить до 22 тысяч городских служащих всех департаментов к 1 октября, если я не получу федеральную помощь. Итак, сверьтесь со шпаргалкой де Блазио, мы свою держим прямо здесь. И тогда вы увидите, что меньше месяца назад тот же де Блазио угрожал подать в суд на правительство за чрезмерную помощь, если оно направит федеральных стражей порядка в его город. Теперь он ноет, что федералы недостаточно помогают. Бессовестно? Ну, разумеется, это так. И все же, вполне возможно, у де Блазио проблемы с краткосрочной памятью, и он просто не помнит, что сказал в прошлом месяце. Хай! Хазачок! Хазачок! Раз, два, три! Хазачок! Хазачок! Продолжение следует...